У Валентина Гуртового из-за неуплаты дома отключили электричество, а денег на дрова и уголь нет. Погреться пришел сюда. На холода пришел. В том году был здесь. Бедных людей мало, несчастных, бездомных. Где-то кому-то плохо в дороге зашел. В том году и женщины заходили. Нормальные женщины. Видно, мало ли что случилось в дороге. И было нормально. Покормили, напоили, выслушали наши проблемы. Дали помощь. Палатка работает круглосуточно. Одновременно обогреть и накормить могут более 30 человек. За полчаса пребывания нашей съемочной группы тут побывало больше 10 человек. Не первый год мы ставим мобильный пункт обогрева. Постоянно есть горячее питание, чай, тепло. И все нуждающие приходят. Всего же с момента открытия всех пунктов по области там побывало более 7 тысяч человек. Обогревается палатка с помощью вот таких вот печек. Их в пункте обогрева две. С помощью них здесь поддерживается температура более 25 градусов. Всю необходимую провизию в палатку подвозят три раза в день. На питание из городского бюджета выделено 20 тысяч гривен. А благотворительные организации предоставили теплые вещи и обувь. Здесь чаек кипятим. Вода сделает, значит здесь есть чай. Ну такой вот, чтобы как сухой паек. А уже привозят тут фонд филосердия, они там готовят суп. Второе там что-нибудь, кашку какую-нибудь. Ну то есть это очень хорошее подспорье. Если человек может быть даже несколько дней не ест. Все, которые обратившись за получение гуманитарной помощи, подходят и говорят, что им нужно. Мы там разложили уже. Отдельно брюки, отдельно свитера, шубы, пальто и обувь. И они говорят, в чем у них необходимость. Здесь могут оказать и первую медицинскую помощь. В палатке круглосуточно дежурят врачи скорой помощи. Самое главное, чтобы оказать помощь. То есть что мы можем померить температуру, дать жаропонижающий, посмотреть горло. Значит, послушать легкие, послушать сердце, померить давление. Как сообщили спасатели, в регионе работают четыре подобных пункта обогрева. Игорь Тарасевич, Артем Молчанов, Панорама.